Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы хотим познакомить вас в офисе современной детской писательницы Майи В. Розаренской. Майя Розаренская родилась в 1976 году в Москве. Закончила Российский государственный социальный университет по специальности психолог. Второе высшее образование получила в литературном институте имени Горького. В настоящее время она член Союза писателей России. Рауреат конкурса «Новая детская книга». Серебряный рауреат международного конкурса «Золотое перо в России» 2017. Майя Владимировна пишет книги в разных жанрах. Как узнается сама писательница, трудно выбрать только один любимый жанр. Когда пишешь познавательную литературу, узнаешь только нового. Сказки помогают хоть на время повеять чудеса. Юмор для меня, наверное, то, без чего вообще прожить очень трудно. Поэтому смешные рассказы пишу всегда с удовольствием. Но, пожалуй, самые любимые и самые сложные – детективы и подростковые повести. Друзья, давайте мы с вами познакомимся с книгами писателей. Читая повесть «Троянский кот», мы попадаем в небольшой городок, в котором находится очень милое кафе «Марципановый кот». Все в этом местечке располагает приятным отдыхом. Однажды хозяева кафе получили неожиданный подарок – японскую статуэтку кота «Удачи». Подарку радовались все, кроме хозяйского кота «Марципана». Он сразу почуял неладное. Японский талисман определенно чем-то ему не нравился. Никто и не догадывался, что внутри статуэтки сидит чудо-юдо, зверок по имени Тип. Кто он? Как и зачем он оказался в кафе? Почему прятался в статуэтке? Никто не знал. На разгадку этой тайны берется марципан. Уж он-то точно выглядит слегка на чистую воду. А вы слышали что-нибудь о салоне для животных «Грум-Грумыч»? Нет? Тогда скорее берите в руку книгу «Запутанное дело от лопажиц-апфиров». В этом чудесном салоне для ваших питомцев мастера приготовят пенную ванну и сделают красивую стрижку. В общем, все, что пожелает ваш тетероногий друг. Воделица Грум-Грумыча мама двух замечательных детей – Евы и Никиты. Вместе с ними вы окажетесь в самой гуще детективных событий. Превратитесь в настоящих детективов, поймаете опасного преступника и вернете хозяйке салона ее сапфирать. Случилось ужасное. Из зоопарка похищен детеныш белого кенгура. Десятилетняя Тина берется за собственное расследование. На помощь ей приходит мессия Пьюхо – самый таинственный мини-сищик. Вместе им предстоит соврать коварные планы похитителей. Ведь кража кенгуренка – всего лишь прикрытие, за которым стоит куда более громкое преступление. Раскрыть его вместе с сыщиками вы сможете, почитав книги «Дело о белом кенгуру». Знаменитый сыщик мессия Пьюхо из книги «Дело о музейном слоне» и его помощница Тина снова в деле. Находка целого скелета до исторического слона перевернула жизнь маленького музея с ног на голову. С ним даже выехала делегация коллег из Лондона, чтобы проверить весьма значимые для палеонтологов гипотезы. Но накануне приезда гостей самая важная часть экспоната – зуб, бесследно исчезла. Кто бы мог подумать, что воришкой окажется тот, кого даже не подозревали. Читайте и все узнаете. Конкурс в «Литне солнце» Повесть о непростых взаимоотношениях девочки Леры с миром взрослых и своих ровесников. В школе она ни с кем не общается и плохо учится. Дома совсем не разговаривает со своей мамой. У мамы слишком много дел и вечно не до дочери. Лере кажется, что пустота и одиночество – ее единственные спутницы. Но одна неожиданная встреча переворачивает всю ее жизнь. Она приходит в иконный клуб «Метеор», где находит друзей, первую любовь и выбирает свою жизненную жизнь. Героиня из повести «Северный ветер дул с юга» – «Витя» – пришлось пройти непростой путь. Раньше она была лишь тенью своей подруги, мишенью для насмешек одноклассников. Но череда таинственных событий и амулет, странным образом оказавшийся у нее, полностью изменили ее жизнь. Дав клятву, Вита решает стать волчице Ордена Хорта. Ордена, который она придумала сама. С его помощью она сможет преодолеть все свои страхи и все расставить на свои лица. Из семиклассницы Дины, из книги «Когда оттаивают мамонты» есть все, что нужно для счастья. Отличная семья, любящие родители, надежные подруги. Все меняется. Когда разбираем макулатуру, во время школьной акции «Часть земли», Дина с подругой Яной находят старый дневник. Решив поиграть детективов, девочки пытаются вычислить автора дневника. Лучше бы они этого не делали, потому что с того дня все в жизни Дины пошло не так. На этом наш обзор подошел к концу. Почти все книги представлены здесь, вы можете взять в нашей библиотеке. Предлагаем познакомиться с рекомендательным списком литературы и прочитать другие произведения замечательной детской писательницы Майи Владимировны Тазаревской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова